Биология 7 класс. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Питание и пищеварение. Пищеварительные системы пресмыкающихся земноводных сходны по всем основным отделам. Таковы рот, глотка, желудок, кишечник и кулака. Под цифрой 1 обозначено сердце, цифра 2 трахея, 3 легкие, 4 желчный пузырь, 5 печень, 6 желудок, 7 поджелудочная железа, Далее тонкий кишечник, 9 толстый кишечник, почки, мочевой пузырь, Клоакальное отверстие, Семенники И семя провода. Во рту слюна смачивает пищу, чем облегчается ее движение по пищеводу. В желудке под действием желудочного сока в кислой среде переваривается белковая пища. В кишечник открываются протоки желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. Здесь завершается пищеварение пищи, происходит всасывание питательных веществ в кровь. Итак, схема пищеварительной системы. Рот, ноздри, ротовая полость, глотка, пищевод, Тарахея, Легкая, Печень, Желудок, Поджелудочная железа, Тонкая кишка, Толстая кишка, И куака. Ящерицы поедают в основном насекомых и червей, Змеи, полевок, мышей, лягушек. У некоторых змей на передней части головы имеются специальные чувствительные ямки, термолоказеры, способные воспринимать тепло, идущее от теплокровного животного. Ядовитые змеи убивают добычу ядом из ядовитых желез, расположенных в стенках ротовой полости, который стекает по ядовитым кубам. Дыхательная система. В связи с появлением шейного отдела у ящерицы удлиняются дыхательные пути, по которым воздух поступает изо рта в легкие. Воздух втягивается через ноздри, попадает в ротовую полость, затем в гортаны, потом в длинную трубку, в трахею. Трахея делится на более узкие трубочки, бронхи, идущие в густе. Легкие у рептилий устроены сложнее, чем у амфибий. Стенки полости легкого имеют много складов, где многократно разъявляются кровеносными сосудами. Это увеличивает поверхность и сопровождение с воздухом усиливает ротание. Кровеносная система. Сердце трехкамерное, неполной перегородкой желудочки. Из него выходят три крупных сосуда. Левая и правая дуги аорты и легочная артерия. Две дуги аорты, обойдя сердце, сливаются в один общий сосуд, в спинную аорту. Схема строения кровеносной системы ящери. Цифра 1. Это сердце. Два. Сонная артерия. Левая и правая дуги аорты, обозначены цифрой 3. Четыре. Это легочная артерия. Пять. Еремная. Несет кровь от головы. Шесть. Кишечная вена. Семь. Легочная вена. Восемь. Капиллярная сеть внутренних органов. По телу течет смешанная кровь, как у земноводной. Поэтому у рептилий непостоянная температура тела, которая зависит от температуры окружающей среды. Легочная артерия разделяется на две ветви, которые несут к левому и правому легкому веносную кровь. Здесь она насыщается кислородом. По легочным венам артериальная кровь поступает в левое предсердие. В желудочке кровь частично смешивается. Самая богатая кислородом идет в голове, смешанная ко всем органам тела, насыщенная углекислым газом легким. Нервная система. У рептилий по сравнению с амсибиями все отделы головного мозга усложнены и увеличены. Это связано с более сложным и многообразным поведением пресмыкающихся. Условные рефлексы у них образуются быстрее, чем у рыб и земноводных. Особенно увеличены передний мозг и мозжечок. Подолговатый мозг образует изгиб, характерный для всех высших позвоночных. Кроме зрения и обоняния у пресмыкающихся, хорошо развито остязание. Посмотрим схему стояния головного мозга ящерицы. Передний мозг, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок и подолговатый мозг. Выделительная система пресмыкающихся такая же, как у всех наземных позвоночных животных. В органах выделения, в почках усилен механизм возврата воды в организм. Поэтому конечный продукт обмена веществ у пресмыкающихся выделяется не в виде жидкой мочи, как у земноводных, а в форме мочевой кислоты, в кажетсяобразном состоянии, клоаку, а затем наружу. На выведение из организма, кажетсяобразной мочевой кислоты, не требуется так много жидкости, как на выведение с жидкой мочи. Органы размножения. У рептилий, как и у других позвоночных, органы размножения самцов семенники, а у самок яичники. А пресмыкающиеся внутренние. Семенная жидкость попадает в половые пути самки при сближении клоак самки и самца. Зародыш в плодотворенном яйцеклетке развивается уже тогда, когда яйцо продвигается по яйцеводу. Покрывается яйцевыми оболочками. Они обеспечивают зародыш водой, предохраняют от повреждений и соцсетений. Рептилии откладывают яйца на землю или в специально подготовленные углубления. Некоторые пресмыкающиеся охраняют свою кладку, например, крокодилы. Другие отложив яйца, покидают их, например, черепальку. Иногда детеныши развиваются в теле матери. В этих случаях происходит яйца живорождения. Например, у гадюки и у живородящей ящерицы детеныши выглупляются из яйца во время его откладывания. Годовой жизненный цикл пресмыкающиеся широко распространены по земному шару и встречаются в разных климатических зонах. Однако, будучи холоднокровными животными с непостоянной температурой тела, они нуждаются в отступлении тепла извне. Поэтому наиболее многочисленны эти животные в тропических и субтропических зонах земного шара. В сезонном климате, где теплое лето сменяется холодной осенью и зимой, пресмыкающиеся с наступлением неблагоприятных условий, уходят в скрытие, норы, пещеры, подкорни деревьев, подвалы сельских домов и лесные избушки. Там животные впадают в оцепенение, в пячку. Весной, когда воздух и поверхность почвы хорошо прогреются, рептилии выходят на поверхность и переходят к активному образу жизни. Рептилии хорошо приспособлены к обитанию на суши. Они дышат легкими, у них внутреннее оплодотворение, яйцо покрыто защитными оболочками, обеспечивающими развивающийся зародыш водой и питательными веществами. Температура тела зависит от окружающей среды. В неблагоприятное время года рептилии проводят в укрытиях, подават в оцепенение, благоприятные периоды активны. Удачи вам, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok